Подойдите, пожалуйста. Не надо с моей спиной ходить, я с оружием. Верает личный запас, сходите на 3 метра, хорошо? Кто он, нервный какой-то сейчас, может, стрелять начнет, не знаю. Держите свои эмоции при себе, товарищ. Вот. Начинается новое учение. Все, кто вызвался, она подойдите, меня спросите. Привет всем. Сейчас негаданно-нежданно стал нештатным сотрудником канала Движения. В телеграм-канале написали быстро, те, кто рядом есть, с Балашихой, приедьте на помощь. Подписчик попал в беду. Случилось там ДТП, где второй участник ДТП, который виновник, он начал скручивать номера, менять. Оказалось, при том, что он начал козыреть корочки, что он какой-то ФСБшник. Непонятно, кто он там, что сейчас приедет ДПС, она там все решит. Сейчас вот едем со своими ребятами, те, кто есть рядом, поможем подписчику. Разобраться в данной ситуации. Видео приложим. Канал Движение представляет. Нахожусь на Балашиховском шоссе. Подписчик написал о ситуации. Сейчас подойду, возьму интервью, узнаем, что случилось. Более подробно все расскажет. Всем привет. Меня зовут Евгений. Попал в неприятную ситуацию на Балашиховском шоссе. Ехал сегодня передо мной форт Мондео практически на пустой дороге. Просто остановился на остановке резко. Потом внезапно вдруг стал разворачиваться. Ну, поскольку у меня машина груженная, я не успел просто ничего сделать. Врезались. Парень молодой, признался в свою вину. Но тут же начал снимать номера. Фотки, видео у меня все есть. Пассажирка сел в такси и уехал. Сказал, что он из ФСБ. Что будем оформляться, что он во всем виноват. Ничего страшного типа. Поехали, позвонили на горячий рень на 112. Нас отправили на оформление. Стали оформляться. Туда приехали. Уже схему ДТП стали рисовать. Он говорит, я ехал и просто почувствовал удар сзади. И меня развернуло, я выйдет на встречку. Женщина смотрит на нас с удивленными глазами. Он говорит, в смысле? У вас же как бы есть виноватый, не виноватый? Нет, я не считаю себя виноватым. Он говорит, а что вы тогда приехали сюда? Он такой, я не знаю. Нам сказали ехать. И в итоге мы развернулись. Там был ДПСник. Он нам сказал, ребят, езжайте обратно, вызывайте ГАИ. И все. Потому что, говорит, у вас один считает себя виноватым, второй не считает. Все. И на этом как бы закончилось. Поехали обратно. Причем я к нему... Евгений? Да. Максим. Хорошо. Алексей, да? Да. Причем я ему звоню. Ой, не звоню. Я с ним встаю, разговариваю. Он мне говорит, я ничего такого не говорил. Я говорю, ты на тебя там изжога не мучает? Ты только что мне говорил одно. Мы проехали сюда час. Мы час, час двадцать. Мы ехали, пробка была жуткая. Это пересечение ее. Через Балашку там пробка была дикая. Мы 10 километров ехали, полтора часа. И в итоге он говорит, я ни в чем не виноват. Ты меня сам стукнул. Причем у него повреждение с одной стороны, а у меня с другой. То есть это невозможно сопоставить эти аварии. Как он говорит, что он выезжал с остановки. Даже если я выезжал с остановки, я не могу тебе нанести такие повреждения. Сбок, не с того, потому что у меня вот удар, а у него удар с другой стороны. Он говорит, у меня такая позиция, и все. Получается, я нарисовал всю схему, он сидел, смотрел, вообще устраивал. Потом, когда он говорит, нарисуйте стрелочками, кто куда двигался, в какую сторону. Я рисую стрелочку, он говорит, дай-ка ручку мне. Берет ручку и рисует стрелочку, что он ехал сюда. Ну, то есть, у него машина стоит так, а он стоит, говорит, в смысле? Он говорит, ну, я ехал в попутанном направлении, как и ты. И ты меня стукнул и развернул. Даже тетка стоит, которая там оправляет такая. Он такой хворит. Ну, да, я ехал, у меня стукнул, почувствовал удар, он меня развернул, и я влетел на встречку. Все. Ну, то есть, там вся фигерия, гаишник, который там был, и он. Он ехал впереди меня, остановился вот здесь, на остановке. Без поворотика, без ничего, да, и просто стоял. Дорога была пустая, машин не было, в принципе. То есть, ну, я вообще, ну, может, высаживал пассажира или еще что-то, я не понимал его маневр. И, получается, я ехал в правом ряду вот так, и он резко, то есть, прямо передо мной, то есть, он подождал, когда я поближе подъеду, начинает разворачиваться, ну, влево мне не было смысла не ходить, потому что он туда поедал, влево полосу. А, ну, вправо я не стал, и, получается, что я думаю, что он проскочит. Ну, я ему задеваю вот эту вот заднюю часть, но я просто кол тормозил. То есть, и вот здесь, прямо, получается, вот мой ряду. Машина у меня уже два на встречке. Вот. А он говорит, потом, когда он туда приехал, он говорит, я ехал на той полосе, ну, то есть, мы ехали по одной полосе, и он почувствовал удар сзади. Все. Произошло вот это так. Все. Сейчас взял небольшое объяснение со второй стороны, который, как бы, считается виновником ДТП. он говорит такую версию, вообще третью теперь версию, о том, что он ехал вообще с другой стороны, с противоположной. И машина, водитель, подписчик наш, который Евгений, он, получается, его догнал и врезался ему прямо в заднюю часть бампера. Вот сейчас будем смотреть, какая четвертая версия появится. Так, телеканал движения. Произошло следующее ВТП с участием. Вот приехали ДПС. Почему-то проблесковые маячки не включили, так как это авария. Подождите, пожалуйста, прошу вас. Спросите, отойдите. Обращение. Вы кто? А? Обратитесь, пожалуйста. Спросите, отойдите. Вы или жилетка оденьте. А вы в жилетке? Наденьте вы свою. У меня есть... А почему проблесковые маячки не включены? А потому что на без нарушения ПДД стоит. Так вы приехали на место аварии? Авария это другое совершенно. Это ДТП было. Которые устанавливаются, чтобы я не был. Отойдите, пожалуйста. Не надо заниматься спиной. Ходите, я с оружием. Говорят, в личный запад. Отходите на 3 метра, прошу? Не подходите ко мне. Если в вопросе, то подойдете. Я к вам не подхожу, я прошу вас, отойдите, произносится. Так, вот канал движения. Ладно, обойдем, чтобы... Кто-то нервный какой-то сейчас, может, и стрелять начнет, не знаю. Держите свои эмоции при себе, товарищ. Вот. Начинается новое учение. Простите, пожалуйста, подойдите к мне, спросите. Нет. То есть, у меня угрожают журналистики. Там еще номера были сняты, повешены другим уверяемой машины. Поэтому я... Канал движения слышали такой, ребят? Начальство ваше смотрит канал это движение. Ребята, у вас, наверное, где-то во дворе, хорошо? Так вы не представились, не показали достоверение. А я к вам не подходил, чтобы не представляться, достоверение вам показывать. Товарищ Пешков, мы вам делали замечание. Вы на него как отреагировали? Обозвали нервные, ненервные сотрудники. Вас попросили отойти. Это мое число, субъективное мнение. Вы, походите, начинайте снимать без своего разрешения нас, возрастное лицо. Да? А вы при исполнении или нет? Вы при исполнении? Хотите снять талон? Из-за чего у вас возникают здесь споры? Вам водитель вот показывает талон, мне показывает. Хотите снимать? Снимайте все документы, чтобы у вас вопросы не возникали. А тут слишком много вопросов от вас. Вы не знаете, кто? Вы участник ДТП? Тогда покиньте место ДТП и стойте там, снимайте дальше. Секунду. Сейчас покажем канал движения. НТВ. Начальство смотрит, они все начальство смотрят. Вы себя ведите культурно, верно, корректно. Так. А вы показываете. Вот. Агрессивный сотрудник полиции. Вы сказали, что мира, которые были. О, исправление. Это хорошо. А это кто, да? Вот мы ездили в отдел оформлении ДТП. Потому что сперва признал с вами, а там нужно вместе с кораблей. А вот, что я не надо. Ну, то есть мы позвонили на 112, мы сказали, раз у вас есть виновник. А соглашение? Нет. Ну, и как изначально было? А, произошло ДТП? Можно я поговорю с участниками? Вы имеете какое-то отношение с удовольствием? Имеем. Мы защитная сторона. Можно я с вами поговорю? Я не хочу, чтобы чужие люди, другие люди присутствовали. Я хочу здесь постоять. Зачем машина происходит? Смотрите, ну я не могу запретить снимать? Ребята, я прошу отойти. Давайте отойдем. Я почему должен отходить? Я прошу отойти, почему он не снимает? Потому что у него три версии. К этому моменту я хочу с вами с двумя сходить поговорить. Я его представитель. А потом они будут снимать. Хорошо? Хорошо. Я просто спрашиваю сейчас о этой идее. Зачем лишние провокации? У меня есть поговорение, что меня сейчас делают виноваты. Подождите, давайте сейчас поговорим нормально. Можно без посторонних лиц. Это участники будут стоять? Нет. Я его представитель. Они в моем процессе сейчас никак. Поэтому я сейчас с вами стою. Поэтому я позвал ребят, чтобы ничего не случилось. Они просто снимают. Для того, чтобы все было нормально. Я сейчас нормально разговариваю. Я говорю с вами на идее, за меня водитель. Без присутствия посторонних лиц. Да, я понял. Поэтому я их прошу отойти. Я же не могу запретить их снимать. Евгений, нанимаете меня своим председателем-защитником? Пойдемте, я не в машину, не присядываю. Не садитесь. Без представителей. Насли. Так, непонятно, что-то происходит. Берут объяснение с подписчика. Севденое. Да, поэтому нас отправили обратно. Встречайте на место, вставайте, вызывайте ГАИ. Пусть они вас оформляют. Все. Господи. А сколько тут ходов? 17.10. Вот так, что он сказал, что ему там, где-то к джунам позвонил. Еще ему сказали, что ехать на место. Такое, там... Могут. Могут. Они же не вставили работать. Ну да. Я приехал? Нет. Попробуй. Вы тут здесь на тренинг готовы кучи везде камер, когда вы приехали. Потому что я испугался, что у меня сейчас сделка нова. Потому что он три версии сказал. У нас власть у него... Любой нормальный человек делал так же, как я. Что за ним? Он же, что за ним, на машину, не сбегался. Он сынули на вас. Какая разница? Мне же... Ну... Если вы понимаете, мы даже не послушали, о чем разговаривали. То как мы отвечаем, на видеокамеры вас и другие. Евгений? Что сейчас спрашивают? Пока ничего. Нет, нет. О чем мы разговаривали? Про то, что у него есть какой-то документ, который дает право ему вешать любые номера, и вообще его не имеют права останавливаться с этим документом. Останавливать митро. Он не имеет права проверять. Давайте я тебе на телефон расскажу, что я тебе что-то говорю. Хорошо? Ненавидею колеса. Нет, просто есть такое впечатление, что сейчас делает меня виноват. Ну, или хотя бы обойдут. Но я не считаю. Поэтому я даже ничего не могу сказать. Понимаете? Понимаете? Мы когда останавливаем талон этот, все. Несколько. Винт, самый один, как все равно, любые номера. Любые номера, абсолютно. А фармиками у меня, у меня вообще не за мной. Да, водители у любые номера у меня. Орган, где для запаса слишком молодой парень будет. Вот. 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 Что-то там он говорит, что, якобы, знаешь, Евгения виноват. Надо начинать с правильных вещей. Вот водитель, когда подходит, он же должен объяснить, да, всю ситуацию. Показать фотографии, показать свои доводы, почему, что, как произошло. А получается по-другому. Все набегают, вот, инспектор, там, представьтесь, не представьтесь, что я хожу, не хожу. Вот водитель, вот второй водитель. Все, кстати, все выяснили, это было проще, и временем заняло бы это меньше. Нужны эмоции все. Ну, как не эмоции, то надо немножко по-другому. В следующей ситуации, ее бы и не было, и было бы все намного проще. Мы же хотим, наоборот, выставить вас хорошо. Мы же даже не знаем, что они уже ездили, оказывается, в центр оформления ДТП. Да, пусть есть. А так как получилось, что водитель не признал вину, стало все здесь. Мы думали, это здесь был. Мы же тоже не знаем, не владеем информацией. А вы, как говорится, оп-оп-оп-оп-оп-оп, и все. Ну, нам же нормально объясняли. Давайте, мы сейчас это осложим, пожалуйста, осложим. Нет, здесь все нормально, сейчас водитель уже объяснение дал, все. Нет, мы вам не мешаем, мы не мешаем. Вы отвлекаете нас. Нет, а вы на себя даже, нас нету. Вы отвлекаетесь, знаете, что там посадили? Гаишник, на самом деле, ну, вроде адекватный оказался, да, то есть он говорит, ну, у нас нет никаких факторов. Звонков нам никто не звонил, ничего мы не знаем. Просто говорят, мы тут приехали, нам, ну, ничего мы не знаем, на нас просто напали сразу с камерами, ну, растерялись тоже, я так понял. Ну, а потом он мне все объяснил, он говорит, ну, он выслушал его историю, мою историю, да, и говорит, ну, в принципе, если бы не мои фото, то была бы обоюдка, если бы не мои фотки. Ну, по фото и по повреждению видно, что, ну, он не мог ехать так, как он заговорил. То есть по-любому было по-другому. И вот, ну, ему сейчас напишут перестроение, ну, никогда не пропустил попутный транспорт и сделать его виноватым. И плюс еще выпущешь штраф за сплошную. Ну, я не знаю по поводу этого, но смысл в том, что он сказал, что... Если перестроение, то нет. Нет, если бы разворот, то да, через сплошную. Ну, сделали перестроение, значит, да. Что еще говорили? Ну, говорили, что у него есть бумага, которая позволяет ему одеть любые номера вообще, какие он хочет. А что еще на тебя громко что-то наезжал? Ну, то, что я назвал, назвал, нагнал блогеров, и то, что они мешают быстрому завершению этого дела. А мы мешаем или нет? Ну, типа то, что вначале, когда он это... А ваше мнение как? Нет, я на самом деле считаю, что изначально он пытался там, когда мы стояли сбоку машины, пытался мне, ну, объяснить, что я не прав. А, все-таки он к этому склонял, да? Да, да, да. Ну, когда я ему... Ну, он понял, что я тоже, ну, не дурацкий. За заднюю, давай, понимаешь, да? Понимаю правил дорожного движения и понимаешь, что это, ну, невозможно. И я просто, что только, не обоюд, только его вина, только он виноват, только это меня вариант устроит. Он, ну, понял, что, как бы, тут не отвертеться, я так понимаю, потому что, ну, вы тут дуги. Если бы вас не было, он бы гнулся или нет. То есть у него была такая политика, то, что есть его версии, есть твоя версия, они разнятся. И поэтому, типа, обоюдка. А Вера тем, у кого номера круче, правильно? Да, да, да. Ну, он талон, да, специально. Он про это тоже мне говорил, то, что его номера вообще дают ему право... Хоть боком двигаться, да? Отходить от правил. От правил, да. Вот, поэтому то, что он здесь... Он подошел, у него была четвертая версия, кстати. Еще и четвертая версия? Ну, то есть она была, это была смесь, то есть ему позвонил кто-то еще раз, и он подошел, сказал то, что я ехал, понял, что пропустил поворот, остановился в ряду. Ну, чтобы удара сопоставить наши с ним, чтобы это смотрелось более-менее логично, он придумал по четвертой версии, то, что он просто остановился и хотел развернуться через сплошную. То есть не сказал, но не успел нарушить, и ему пролетел удар. Но даже при этом ударе все равно машину нельзя так сопоставить, чтобы у него было... То есть четвертая версия тоже не про каналы, и гаишник, который второй, который пришел, посмотрел, говорит, так, а о чем речь вообще? Он на всей басне такова, он лежит регистратором. Да, кстати, регистратор, я тебе тоже на задание, вот смотри. У меня стоял, у меня замерз. Ну что, скажете, все круто, да? Мне очень понравилось, вообще в целом, я думаю, что, ну, благодаря тому, что приехали, ребят, все-таки полегче было намного, ну, и мне, и вообще в целом, когда поддержка какая-то есть, ну, чувствуешь немножко, что обращаетесь. Да нет, ты ничего, не дай бог, в такие ситуации будем, дорогие. Присоединяйтесь к движению. Офигеть. Будем на обочины брать. Да, да, да. На нем нормально. Да я профессионал, как обочина. Сморясь. С какого, вот это нет. Это надо запекать. Запекать, да. Это как этот, какого, нецензурная брань, да, как она пошла? Да, это не надо, я с нужной стороны, я не пускаю никогда больше. А, ну, вовсе. Профессионал. Антипетрильный. Да, антипетрильный. Да, да. Хорошо. Профессионально не пускаю никого. У меня ни одна машина не продает, ни одна. Вот, а не было. Не надо, занимаясь спиной, уходите, я снаружи. Горяк, лишь безопасно, вводите, например, хорошо? Это он нервный какой-то, сейчас лучше стрелять начнет. Вот, начинается новое учение.